Все, можно. Здравствуйте. Я обращаюсь ко всем добрым людям, которые могут помочь мне и моему внуку. Моему внуку выпала очень тяжелая судьба. С младенчества он жил с матерью, которой он был, собственно, не нужен. Он голодал. И в три года, мое сердце не выдержало, я забрала его у матери. Потом мать умерла. Конечно, отец не может найти работу. А мальчик живет... Отец мальчика живет... Это мой сын. Он живет на случайные заработки. Неустроенность в жизни привела к тому, что он начал пить. И, в общем-то, я даже не знаю, как я могу помочь своему внуку. Но я только знаю, что этот мальчик умный, добрый, отзывчивый. Он хорошо учится. Во втором классе он был ударником. В третьем классе он в русском языке получил тройку только. Остальные у него четверки, пятерки. Он учится в школе с углубленным изучением предметов. Учится хорошо, но поведение, вызванное болезнью, приводит к тому, что он на домашнем обучении. У него по пять-шесть истерик каждый день. Ему необходимо лечение, а денег на лечение нет. Я не знаю, где мне взять деньги, потому что сама пенсионерка, у меня очень маленькая пенсия, всего 6800 рублей. А лечение требует денег. Этот мальчик имеет очень хорошие способности. И если ему сейчас помочь, у него будет хорошее будущее. Это будет добрый, отзывчивый, смелый человек, который принесет много пользы в будущем. Если ему не помочь, то будущее у него просто страшное. Потому что его болезнь такова, что у него склонность к бродяжничеству. А когда он не знает, куда он идет, зачем он идет, в это время он может совершить все, что угодно. И поэтому я очень прошу помочь мне вылечить моего внука. Потому что врачи говорят, что он лечению поддается. Я заранее благодарна всем, кто откликнется на мою просьбу. Спасибо вам, добрые люди.